Я сейчас была в суде, который занимается ее делом, и, к сожалению, не смогла ознакомиться с документами. В среду, вернее, уже судебное заседание назначено, поэтому к среде, видимо, я в среду уже, может быть, не буду знать, что реально происходит по ее новому делу. Но фактически, что могу сказать, там ситуация достаточно сложная. И сложность именно в том, что у нас первое дело и второе, они абсолютно связаны между собой. То есть фактически это не новое дело, а это эпизоды одного и того же деяния, которые по какой-то причине были разделены на два дела. Судья, он встает перед как бы фактом определенным. Невозможно это дело вести по-другому практически, чем первое дело. А придется, потому что там есть один очень серьезный момент. Дело в том, что Забулонова, Наталья, она должна быть амнистирована еще в течение полугода. Должна была бы быть амнистирована с июля, со 2 июля и по 2 января. Почему должна быть амнистирована? Неправильно произведен подсчет ущерба, который она якобы могла подчинить деяниям. Подсчет ущерба ввелся неправильно и подтвержден теми документами, которыми он мог бы быть подтвержден. То есть там ущерб, можно так сказать, накручен искусственно. И, соответственно, на ту часть статьи 159, в которой ее сейчас обвиняют, там состава нет. А если нет состава, если там совершенно другие части этой статьи, то должна быть примена амнистия. И в данном случае получается, что у нас первое решение, первый приговор уже вступил в законную силу. Больше того, он уже был проверен по надзору. Часть тех действий, которые могла бы быть, скажем так, по ее защите, сделаны еще по первому делу, она должна была бы, на мой взгляд, быть сделана. Но по какой-то причине решили просто защищать немножко другим путем. И, к сожалению, это привело к таким достаточно плачевным результатам, несмотря на то, что в принципе не должно было привести. Но могу сказать только одно, что завышено тот реальный размер ущерба, который был определен по первому делу, он завышен. Соответственно, по второму делу размер ущерба определялся точно так же. И сейчас мы сможем столкнуться с обстоятельствами, при которых суд не захочет проводить переоценку. Как это может быть сделано? Это может быть сделано разными путями. Это может быть не позволено защите приобщить какие-то документы. Может быть, не позволено произвести какие-то экспертизы. Может быть, не позволено оспорить какие-то экспертизы. Получается, что если все аргументы будут учтены судом, то деяние будет не такое страшное, как вы сейчас пытаетесь представить. А если оно не такое страшное, то фактически она должна была быть амнистирована еще на стадии следствия. И сейчас она не должна находиться в принципе в СИЗО. А вот уже второй вопрос, это, конечно, ее состояние здоровья. То, что сейчас отменена 82-я статья, оно что означает? Оно означает то, что дальше у нас есть только касация и надзор. Что такое касация и надзор? Это время. Это время, которое занимает чисто процессуальное рассмотрение указанных всех документов. Почему суд второй инстанции сделал такие выводы? Я посмотрела, в решении, фактически, в постановлении суда не были учтены моменты, которые в том числе связаны со здоровьем, с наличием беременности. Да, в постановлении отражена беременность, но она не отражена. Какая это беременность? Что эта беременность очень проблемная, что опасность существует и для будущей матери, и для ее еще нерожденного ребенка. Этого нет. Почему не учтено мнение государственных, скажем так, структур? Почему не учтено мнение уполномоченного по правам человека? Почему не учтено мнение УКСИН? Почему не учтено мнение самих потерпевших? То есть абсолютно все, со всех сторон, люди говорят, что женщина не представляет опасности. Потерпевшие не настаивают на реальном наказании. Потерпевшие, наоборот, лояльно и нормально относятся к тому, чтобы женщине была предоставлена отсрочку, чтобы она находилась дома с детьми и спокойно, нормально родила ребенка в домашних условиях. Они считают, что цели наказания, в принципе, они достигнуты, что то, что она будет находиться с детьми, никак не будет противоречить целям наказания. Ответственность она понесла. Она провела какую-то часть своей жизни уже в следственном изоляторе. То есть она провела какую-то часть жизни в заключении. Это достаточно долго, это полгода. Она потеряла ребенка в заключении. То есть, а как Вы думаете, почему все-таки суд тогда решил отменить вашу вторую статью? Вы знаете, у меня нет логичного объяснения и логического тому, что сделал суд второй инстанции. У меня нет объяснения действиям прокурора. У меня нет объяснения тому, почему был восстановлен срок пропущения прокурора, при том, что прокурор знал о вынесенном решении. В таком случае, по какой причине прокуратура не получила это постановление? Почему? Как можно ссылаться впоследствии на то, что мы не получили вовремя? Ну извините, а чья это проблема? Прокурор ушел раньше времени? Как можно восстановить сроки, при том, что абсолютно отсутствуют уважительные основания для этого восстановления? И больше того, это несовершенство нашего уголовного процессуального законодательства, потому что, например, отказ о восстановлении сроков можно обжаловать, а восстановление сроков обжаловать невозможно. И при этом прокуратура, фактически не имея никаких уважительных причин для восстановления своего срока, это восстановление получает. Почему это происходит? Ну это происходит из-за корпоративности. Потому что суды, к сожалению, у нас имеют обвинительный уклон. Потому что нельзя сказать, что суд действует в интересах только, например, осужденного. Нет, он с большим удовольствием, если это можно так выразиться, с большим удовольствием, но с большим рвением действует в интересах правоохранительных органов и государственного обвинения, чем в интересах осужденного. Я понимаю, почему был восстановлен срок, потому что это государственная организация. То есть если бы Забулонова восстанавливала свой срок, скорее всего, ей было бы отказано. И получается, что вот эта коллизия, которая позволила фактически безнаказанно, можно так сказать, восстановить эти сроки, она впоследствии позволила женщину опять фактически взять под стражу. Оснований нет никаких. И получается сейчас очень тяжелая процессуальная ситуация. Потому что нет каких-то усеченных сроков для того, чтобы рассмотреть. 32 недели сейчас, вот я с ней разговаривала, не 29, я думала, ну где-то недели 29 примерно, не 32, что такое 32 недели при сложном течении беременности, когда эта беременность уже не первая, когда в анамнезе был выкидыш, причем в этом же СИЗО случился фактически, при нахождении под стражей. А никто же не разбирался, по какой причине это произошло. А произошло это, в общем-то, по причине, не по ее вине, это произошло по вине самой организации. Но мы же не будем сейчас об этом, допустим, говорить и каким-то образом ставить этот вопрос, потому что, ну, в принципе, и время уже ушло. Мы можем только сказать, что женщина, она уже претерпела в своей жизни, она потеряла ребенка. И сейчас, когда у нее грозит не то, что потеря ребенка, потому что беременность очень сложная, да, она может потерять и ребенка, а сейчас это угрожает и ее жизнь. А какие будут ваши дальнейшие действия в качестве адвоката? Ну, вы знаете, уже, в общем-то, определенные действия начались, например, уже материалы все лежат. У полномоченного правом человека у Лукина, несмотря на то, что сейчас он будет меняться, у полномоченный на Панфилову, но еще в течение месяца Лукин исполняет свои обязанности. Я думаю, что и Элла Панфилова потом не откажется от поддержания данной осужденной. Но будем, естественно, работать с этой стороны, потому что в данном случае, конечно, ее права нарушены и как матери детей, а самое главное, нарушены права детей. Потому что, с одной стороны, удовлетворяя отсрочку отбывания наказания, соблюдаются этим не права матери, этим соблюдаются права детей, которые имеют право находиться с матерью. Когда суд, например, делает вывод о том, что вот у детей есть отец, и, значит, дети могут находиться с отцом, потому что он тоже родитель. Извините. У нас все-таки международным законом, в том числе и российским законодательством, почему права соблюдаются матери и ребенка? Не просто же так, не отца и ребенка соблюдаются права, а именно матери и ребенка, потому что ребенку в малолетнем возрасте, который у нас до 14 лет считается, необходима именно мать, потому что самое близкое отношение у ребенка в этот период с матерью. Потому и защищает международный закон именно права не в равных, как бы, тот родитель, они равны в правах, ничего подобного. Да, родители равны в обязанностях по отношению к ребенку, они обязаны его воспитывать, они обязаны его содержать, заниматься с ним. Но это не главное. А вот в данном случае, еще мы говорим о правах ребенка, так вот, ребенок вправе в это время находиться с матерью, с которой у него более тесная связь, физическая связь, вот на физическом уровне, потому что ребенок, он все-таки находился в утром в 9 месяцев, потом там мама родила, она его кормила, не отец кормил ребенка, а мать. И вот эта вот тесная физическая связь, она как раз и защищается законом. Дети очень маленькие еще, там один ребеночек, там 10-го, по-моему, года рождения, вот сейчас родится. Но каким образом можно ребенка, который находится на грудном вскармливании, передавать отцу? Скажут, вот он может быть кормлен искусственно. Да, конечно, он может быть кормлен искусственно, мы это прекрасно понимаем. Но если он может быть кормлен не искусственно, а натурально, почему его надо отрывать от матери? Это же его право, в конце концов. И вот в данном случае, то есть сейчас у нас занимается, во-первых, уполномоченный по правам человека, для того, чтобы соблюсти права матери. А уполномоченному по правам ребенка, Астахова, я также документы уже передала через помощников, соответственно, сейчас тоже занимаются в его аппарате эти. Переданы документы в Совет по правам человека, то есть там уже идет, как бы рассматривают эту ситуацию, потому что ситуация нестандартная, потому что в данном случае нельзя подходить абстрактно к данному делу. То есть у нас каждое дело, каждый случай, несмотря на то, что есть стандартные какие-то методы привлечения к уголовной ответственности, но тем не менее, каждый случай должен быть индивидуальным. В данном случае он достаточно редкий, он единственный практически сейчас на всю Россию. Поэтому если он единственный, если действительно есть определенные какие-то обстоятельства, которые требуют, ну скажем так, вмешательства постороннего в судьбу этой женщины, то, соответственно, надо все использовать для того, чтобы спасти ее и спасти ее ребенка. Ну все. Вы сегодня видели Наталью, да? Да. В каком состоянии она находится? Вы знаете, как вам сказать, она, конечно, не могу сказать, что очень держится бодрюком, таким вот, как бывает, некоторые, ну осужденные достаточно спокойно. Нет, она, вы знаете, по ней видно, она очень переживает, она даже не за себя переживает, сколько она переживает за ребенка. Вот. И, конечно, она вот нервничает. Она нервничает, потому что уже 32 недели, потому что сейчас идет судопроизводство по вот этому второму делу, там вот по части эпизодов, которые не вошли почему-то в материалы первого дела. Соответственно, она не понимает, каким образом все это будет происходить. Потом с медициной в СИЗО не очень хорошо. То есть, конечно, ее и то, что не столько даже ее дело беспокоит, вот то, которое сейчас идет, сколько то, каким образом и как родится ее ребенок. Обычно с такими вот ситуациями, в принципе, стараются достаточно оперативно разобраться, потому что у нас срока совершенно нет. То есть, буквально осталось, понимаете, осталось буквально 4 недели, у нее могут начаться роды. В любой момент. Вот уже 32. То есть, если что, ребенок уже должен родиться живой, здоровый. Поэтому, если вдруг в любой момент начнутся роды, то, соответственно, необходимо кесарево, необходимо больницы, там все, то есть необходимо нормальное родовспоможение, необходимо, чтобы СИЗО оперативно сработало. Потому что, если вдруг что-то начнется, а у них там нет, к сожалению, никакой материальной базы для того, чтобы принимать такие роды, она в принципе не должна там находиться. Они это тоже прекрасно понимают. Но, опять же, это коллизия законодательства. Понимаете? Потому что у нас есть, например, ряд болезней, при которых нахождение в СИЗО исключено. Но беременность – это не болезнь, это состояние. Поэтому это состояние, оно не входит, соответственно, в этот ряд. И получается, что у нас есть тяжелейшая патология беременности, а вести ее в СИЗО практически нормально невозможно. То есть здесь конституционные права нарушаются, конституционные фактически права на получение необходимой медицинской помощи. И СИЗО старается, там, доктора допускают, там, проводятся неопределенные медицинские процедуры. Но этого недостаточно, явно недостаточно. Вот ей бы сейчас, вот уже сейчас, ей лечь бы на сохранении. То есть ей бы не сидеть в холодной камере, там, не, как бы, чтобы не доставляли ее туда-сюда в суд. А если она сознание потеряет, а если она упадет, да там везде ступеньки. А если что-то произойдет, что будет с ней? Я бы сейчас спокойно лечь на сохранении, спокойно переждать. Но у нас есть процедура запущенная, уже механизм запущенный в судопроизводстве. Есть малокомпетентные врачи, которые, например, ставят, что она может присутствовать в судебном заседании. Любое движение, которое вот неправильное, все что угодно, споткнулось и все, начался процесс. Что мы будем делать с этим? А это, она же находится фактически под стражей. У них есть определенные нормы поведения. То есть пока они, пока там сообщат, пока рапорт напишут, пока в журналы внесут, пока еще, это же время все. А здесь надо действовать, там счет идет на минуту, надо человека будет спасать. Успеют они или не успеют? Меня вот это все беспокоит, очень беспокоит, конечно. Потому что бюрократия здесь, сейчас она столкнется с реальной жизнью. И чем это закончится? То есть пойдут ли люди для того, чтобы спасти человека против инструкции, или не пойдут? Что для них перевесит, инструкции или жизнь? Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова